я хотел бы дополнение некоторые сделать в план который включить время владимир вы забываете я же вам уже говорю что после мэра говорит только бог все соседание закончено вы не успели товарищ полковник поэтому подойдете ко мне отдельно хани на самом деле коллеги спасибо всем за работу иркутский градоначальник дмитрий бердников очень выразительно показал суть российских властей причем не только нынешних а и всех остальных правивших евразийской империи ныне именуемой рф с тех пор как главная ордынская ставка была перенесена в москву в 1389 году переезд императорского двора и правительство в санкт-петербург в 1730 имел лишь формальный статус методы управления страной и отношение к низшим по классу не изменились в 1905 году в россии произошли события которые впоследствии назвали первой русской революцией массовое увольнение на заводах санкт-петербурга привели к забастовкам в которых приняли участие около 150 тысяч человек тогда церковные служители распространяли миф о добром царе и плохих боярах в частности священник петербургской пересыпной тюрьмы георгий гапон выступал на собрании рабочих призывая идти с мирным шествием к царю который один может заступиться за народ он даже помог подготовить обращение к николаю второму в котором были такие строчки мы обнищали нас угнетают в нас не признают людей к нам относятся как рабам нет больше сил государь для нас пришел тот страшный момент когда лучше смерть чем продолжение невыносимых мук взгляни без гнева на наши просьбы они направлены не к злу а к добру как для нас так и для тебя государь ничего не напоминает здравствуйте владимир владимирович меня зовут екатерина я обращаюсь к вам от лица всех жителей забайкальского края почему уже который год все говорят что все готово деньги выделены техника есть но на самом деле пожары идут пожар не остановить мы обращаемся к вам от имени жителей жека квадро городское поселение октябрь в городе мы должны были быть жильцами этого дома уже два года как но к сожалению дом не готов и по сегодняшний день здравствуйте владимир владимирович обращаются к вам дома 257 по улице 9 января города ижевска республика удмуртия на сегодняшний день в нашем городе сложилась ситуация будем говорить критическая потому что власть рапортует что все дома под теплом но в итоге мы замерзаем уважаемый президент российской федерации владимир владимирович путин обращаются к вам дольщики жилищного комплекса лебединое озеро расположено с лочногорском районе московской области близ деревни поярково всего 40 километров от кремля наш лимит доверия к местным властям областной администрации прочим министерством и ведомством уже исчерпан поэтому очень надеемся что вы увидите это видео обращение и поможете нам в нашей трагичной ситуации но вернемся к событиям 1905 года на 9 января было назначено мирное шествие к зимнему дворцу гапон уверял что царь должен выйти к рабочим и принять от них обращение рабочие пришли с семьями детьми празднично одетые они несли портреты царя иконы кресты пели молитвы по всему городу шествие встречало вооруженных солдат но никто не хотел верить что они могут стрелять николай же второй в этот день уехал в царское село но рабочие верили что он вернется чтобы выслушать их просьбы когда одна из колонн подошла к зимнему дворцу неожиданно раздались выстрелы упали первые убитые и раненые люди державшие иконы и портреты царя свято верили в то что солдаты не посмеют стрелять в них но грянул новый залп и на землю стали падать те кто нес эти так называемые святыни толпа смешалась люди бросились бежать раздавались крики плач новые выстрелы не меньше рабочих был потрясен и сам священник гапон 9 января назвали кровавым воскресеньем по официальной версии которая попала на странице википедии в этот день погибли от 130 до 200 рабочих число раненых достигло 800 человек но сколько людей пострадало на самом деле историки умалчивают полиция распорядилась не отдавать тела погибших родственникам их похоронили тайна ночью события кровавого воскресенья потрясли всю империю портреты царя прежде чтимые рвали и топтали потрясенный расстрелом рабочих гапон воскликнул нет больше бога нету больше царя в своем новом обращении к народу он написал братья товарищи рабочие невинная кровь все же пролилась пули царских солдат прострелили царский портрет и убили нашу веру в царя так отомстим же братья проклятому народом царю министром всем грабителям несчастной русской земли смертью всем максим горький не меньше других потрясенный случившимся позже написал очерк 9 января в котором рассказал о событиях этого страшного дня казалось что больше всего в груди людей впилось холодного мертвящего душу изумления ведь за несколько ничтожных минут перед этим они шли ясно видя перед собой цель пути перед ними величава стоял сказочный образ два залпа кровь трупы стоны и все встали перед серой пустотой бессилием с разорванными сердцами только через 10 дней 19 января 1905 года его царское величество соизволило прокомментировать случившееся прискорбное событие с печальными но неизбежными последствиями смуты произошли от того что вы дали себя вовлечь в заблуждение и обман изменниками и врагами нашей страны приглашая вас идти подавать мне прошения о нуждах ваших они поднимали вас на бунт против меня и моего правительства насильно отрывая вас от честного труда в такое время когда все истинно русские люди должны дружно и не покладая рук работать на одоление нашего упорного внешнего врага а пока русские люди занимались честным трудом лишь требуя к себе человеческого отношения его императорское святейшество убивала кошек и ворон вот выдержки из его дневника датированные тем же 1905 годом 8 мая воскресенье день простоял холодный и серый в 11 часов поехали к обедни и завтракали со всеми принял морской доклад гулял с дмитрием в последний раз убил кошку после чая принял князя хилкова который только что вернулся из поездки на дальний восток а вот отчет императорской охоты за 1902 год собственноручно великим государем убита 1322 кошки бродячих собак 899 ворон 3341 всего животных за один год около 12 с половиной тысяч но находятся те кто пытаются убедить других в том что николай 2 не мог отдать приказ на расстрел мирной демонстрации это злобные провокаторы виновны наверное подосланы госдепом и лично обамой точнее теодором рузвельтом тогдашним президентом сша последнему принадлежат следующие строки если человек честно живет и трудится так что те кто зависит от него и привязан к нему живут лучше благодаря тому что он живет на свете то можно сказать что такой человек преуспел в жизни николай второй преуспел в расстреле кошек и мирных жителей но при этом он и его семейство канонизированы рпц и тысячи жителей уже современной россии молятся на икону великого мученика николая кровавого две революции 1917 года и приход к власти большевиков повлияли лишь на декорации но дикарская суть управления страной осталась прежней у руля стали вожди а народ оставался всего лишь обслуживающим персоналом вместо попов на какое-то время промывкой мозгов занялись парторги но в 1943 году сталин вернул народу его опиум поставив во главе всех вновь созданных приходов работников органов распад ссср и становление рф как независимого государства опять закончилась лишь косметическим ремонтом пережив очередной приступ амнезии жители россии продолжают верить во всемогущего доброго царя который обязательно услышит стоны страждущих покарает взорвавшихся бояр и поведет страну светлое будущее уважаемый президент мы жители небольшого провинциального городка ядрин в чувашской республики обеспокоены предстоящим строительством высокоскоростной магистрали москва-казань уважаемый владимир владимирович обращаюсь к вам по просьбе жителей нашего дома молодежная 81 город ижевск удмуртская республика мы в этом году попали совершенно в такую ситуацию когда у нас с начала осени идет постоянное отключение отопления уважаемый владимир владимирович нашу общественную организацию все больше обращается людей по вопросу отсутствия в квартирах горячей воды и отопления уважаемый владимир владимирович мы члены общественной организации союз водительной скорой помощи представленный коллектив работников автокомбината москва сан транс в котором работают около 5000 водителей обращаемся к вам как гаранту исполнения российских законов так как нас вообще никто не слышит уважаемый владимир владимирович мы работники метро электро транс обращаемся к вам с большой просьбой у нас в городе создается ощущение такой ситуации что администрация города пытается искусственно закрыть троллейбусное движение лоббируя в то же время частного извозчика добрый день владимир владимирович согласно вашему указу сидят номер 7 от 5 января 2016 года 2017 год объявлен годом экологии в россии жители челябинской агломерации сегодня здесь 6 марта собрались на митинг чтобы задать вам больной для нас вопрос экологическая ситуация в челябинске стала невыносимой можно сказать убийственной для основного ресурса страны для наших граждан уважаемый владимир владимирович мы жители города и же мы просим вас разобраться в проблеме состоянии дорог в нашем городе пожалуйста спасите оставьте нам места пожалуйста господин путин дядя володя путин спаси наш партнер дядя володя пули а